Каббала — это наука о том, как я воспринимаю реальность. Каббала в переводе с иврита означает «получение», «восприятие». Так как же я воспринимаю реальность? Ну вот, вижу мир вокруг себя, это моя реальность. А если бы у нас были другие органы ощущения, то мы бы по-иному воспринимали реальность. Скажем, для собаки реальность в основном определяется запахами. Для змей — ощущением тепла или холода. Для летучих мышей и дельфинов — слухом. Тогда что же такое истинная реальность? А существует ли она вообще? Итак, существуют разные подходы к восприятию реальности. Подход классической физики Ньютона основан на утверждении, что мир существует сам по себе, без какой бы то ни было связи с человеком. У Эйнштейна другой подход. Восприятие зависит от наших органов чувств. И поэтому мы не можем сказать, каков мир на самом деле за стенками нашего аквариума. Современный научный подход базируется на квантовой физике. Звучит так. Все зависит от наблюдателя. Человек изменяет картину, которую видит. Воспринимаемая реальность — это нечто среднее между свойствами наблюдателя и наблюдаемым объектом. Какова же реальность с точки зрения кабалы? Представим себе человека в виде закрытой коробки с пятью отверстиями. Через отверстия в коробку проникают возбуждения, которые проходят обработку в зависимости от информации, хранящейся в памяти. В результате получается картина реальности, которая отражается на своего рода экране, находящемся в затылочной части мозга. Кабала делает оригинальный вывод. Мир вне нас не обладает никакой формой. Его просто не существует. Человек сам рисует свою реальность. Что же определяет нашу реальность? Желание получать. Оно работает по простой схеме. Получить то, что благотворно мне. Отвергнуть то, что мне неприятно. Желание диктует то, что мы увидим или не увидим вокруг себя. Например, человек, ставший родителем, начинает обращать внимание на то, что практически на каждом углу есть детский магазин. Такие магазины и раньше были там. Но из-за того, что у него не было в них нужды, он их не видел. Может ли человек воспринимать реальность, неограниченную его желанием получать? Да. Согласно Кабале, если он изменит внутреннюю программу, то увидит другую реальность. Если человек видит в ком-то недостаток, то он словно смотрится в зеркало. Если его лицо испачкано, то это и показывает ему зеркало. А если лицо чистое, то он не видит в зеркале никакого изъяна. Бальше МТОВ. Исследуя мир не с помощью каких-то внешних приборов, а самим собой, изменяясь внутренне, человек приобретает новые свойства и поднимается по ступеням духовных миров, получая все больше знаний о единой системе, в которой он находится и которую ранее не воспринимал. Мы были как во сне. До сегодняшнего дня нам казалось, что я и мир – две большие разницы. Но теперь придется понять, что все нежилые объекты, растения, животные и человек – едины. Если мы бросим взгляд назад, то почувствуем, что мы ненавидели, использовали, обманывали, обкрадывали не кого-то, а самих себя. Потому что весь мир – в нас. Каждое такое открытие продвигает нас еще на один шаг к единству. Раскрыв, что мы принадлежим всей реальности, а вся реальность принадлежит нам, мы раскроем высшую силу, которая присутствует во всем. Какая же это сила? Это сила любви и отдачи. Редактор субтитров А.Семкин